Добрый день, дорогие мои друзья! С вами Евгения, и вы на моём крымском канале, друзья! Привет вам огромный из Алубки, с южного берега Крыма! Это моё третье видео, посмотрите, вот будут сейчас наверху ссылочки на первое видео и на второе. И на следующий день после этого огромнейшего, мощнейшего, грандиозного снегопада вот такое утро! Утром я открыла шторы, и небеса сияют, и снег блестит, и не шелохнётся ни ветра, ничего нет. Вот так я смотрю в окно, утром подхожу к окну, вижу море, и, конечно, эта картина снежного Крыма меня просто завораживает. Думаю, что и вас тоже. Напишите мне свои впечатления, потому что это бывает не так часто. Это всё-таки зима, как сезон на южном берегу Крыма, это такая ривьера черноморская. У нас средиземноморский климат, и поэтому, в общем-то, крайне редко бывают какие-то такие морозы и снегопады. Ну и, в общем, зима, как сезон на южном берегу Крыма, в общем-то, отсутствует за редкими вот такими исключениями, потому что долгая-долгая осень переходит плавно в весну, и тому уже свидетельство было. Я вам показывала цветущий по всей лупке миндаль. Огромные вот эти розовые облака деревьев свисают над дорогами. В общем, такая красота. Обязательно посмотрите цветение миндаля на южном берегу Крыма. Ну вот, это та самая гора. Я вставлю ссылочку ещё, как детки тут катались в прошлый снегопад. В этом году зима снежная. Не знаю, так, к радости ли, к сожалению. К радости, наверное, больше. Детки катались здесь вот прям с горы, приносили какие-то саночки. Это вдоль моих ворот. Ну, сейчас я вышла в сад посмотреть. Ну, просто ноги утопают. Чуть не по щиколотку. Ну, больше 20 сантиметров выпало снега. Может быть, даже и не 20. Больше, наверное. Ну, у меня тут, вы видите, свидетельство моей стройки. Это вот стол. Такая высота снега на столе. Там у меня на участке находятся различные строительные. Свидетельство стройки. Вот. Потому что мы остановили всё. Были сильные дожди. И сейчас уже идёт заливка. Мы заливали площадки и въезды. Потому что новые ворота у меня. Я всё ещё до сих пор не сделала фильм. Потому что остановилась стройка. Я уже хотела вам показать хоть какой-то результат. Мы только начали заливать и пошли заливать бетоном площадки. Пошли дожди. Наверное, 10 дней. Ну, конечно, всё остановили. И вот теперь у нас снегопады. Ну, в общем, полюбуйтесь. Потому что это для Крыма, конечно, это экзотика. Там для тех, кто живёт в средней полосе, у вас постоянно снег, лыжи. И вы катаетесь. Вот тут, видите, кошечка. Зайчик бежал, что ли. Просто вот ощущение, что я где-то на Урале. Дело в том, что я много-много лет прожила на Урале. Я там училась в музыкальном училище. И там родились наши дети. И мы прожили там, ну, наверное, порядка 30 почти лет. И мы не так давно совсем переехали на постоянное место жительства в Крым. И, конечно, вот этих вот снегопадов мне иногда не хватает этого. Потому что я лыжница. И зимой не меньше 20-25 таких вылазок обязательно каталась на лыжах. И даже когда я переехала в Москву. В Москве вы знаете, что снегом Москва не так богата. Вот последние годы стало больше снега. И я тоже привезла свои лыжи. У меня хорошая очень всё это обмундирование австрийское. Но лыжи не горные, лыжи беговые. Но теперь это всё я оставила в Москве в квартире. Потому что здесь, конечно, я не катаюсь на лыжах. Хотя люди ездят на Айпетри. Мы ни разу не ездили с мужем ещё. Но мы всего, в общем-то, третью зиму тут остаёмся зимовать. И, в общем, я, конечно, знаю, что люди катаются на лыжах. Потому что на Айпетри, друзья, снег лежит долго. Он выпадает раньше там. Лежит долго. И там хороший снежный покров. На Айпетри, это кто не знает. Это вершина Крымские горы у нас здесь. Очень красивые места там. И такое плата наверху. Плата. Но вот это я по своему саду хожу. Здесь, конечно, у меня, друзья, расторация. Боже, когда я это всё приберу? Потому что ещё будут заливать, бетонировать. Всё, конечно, ещё такой непорядок. Друзья, у меня беда с пальмой. Вот поделюсь с вами своей бедой. Вы видите, у неё макушки нет. Я уже лечила пальму. У нас есть у меня такой фильм. А у нас такие вредители из Австралии появились. Мотылёк. Как-то он долгоносик называется. Розовая, такая оранжевая красивая бабочка. И она откладывает в центр, где первый листочек растёт. Свои туда эти самые яйца. И вырастают огромные до 10 сантиметров гусеницы. Их не видно, они внутри. И вот сейчас я уже купила препарат. Я один раз лечила, и у меня всё получилось. То есть я его пальму, в общем, спасла. И сейчас, друзья, мне нужно опять... Видите, макушки нету пальмы. Я должна опять это всё... Ну, написано, что дождаться тёплой погоды. То есть лить туда. Полтора литра я залила. Не знаю, куда уж там это залилось. Полтора литра вот этого препарата. Но если совсем дело плохо, то придётся делать уколы. Уколы шприцом в пальму. Ну, вот такая у меня проблема передо мной стоит. Я очень волнуюсь, как бы она совсем у меня не погибла. Потому что холода. Сейчас ничего делать невозможно. Ну, отвлеклась от красоты, от нашей с вами. Вот здесь у меня как раз, видите, эти строительные стоят для бетона. Как называется это? Бетономешалка. Ну, в общем, вот. Смотрим дальше, друзья. Друзья, море прекрасно. Видите, какое чарующие виды. И главное, что нет ветра. Там вдали гора кошка. Очень красивый вид у меня тоже. Я за столом, когда сижу, всегда вижу. Ну, и вот тут трасса недалеко от меня. Я думаю, что коммунальщикам, наверное, большие-большие проблемы. Это мушмула. Друзья, вот эта мушмула, она тоже очень боится холода. И, кстати, вас информирую, что сегодняшняя ночь была минус пять, запятая и семь. То есть почти шесть градусов мороза минус. Это совершенно нетипично. Ну, тут один градус еще как-то бывает все-таки. Поэтому, ну, это очень волнительно, потому что растения цветут уже. Нарциссы, тюльпаны уже довольно-таки большие. Тюльпаны еще не цветут, но нарциссы уже цветут. И не знаю, как они выдерживают. И у меня гиацинты вылезли. Шишки уже такие большие, красивые, но еще не распустились. В общем, вот такие новости у меня. Друзья, заходите на мой канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ну, а с вами, как всегда, была ваша Евгения. И до новых-новых прекрасных встреч. Субтитры сделал DimaTorzok